Меня зовут Ирина Гертовская, я представляю компанию ОТР. Всю свою сознательную жизнь я работаю в разработке программного обеспечения в разных ролях. Прошла все роли, включая менеджер проекта, тестировщика, все аспекты аналитики. В настоящее время, там уже лет 15, работаю в анализе и проектировании. Последние 10 лет организатором работы аналитиков. Начальник отдела системного анализа производственного центра, то есть чисто разработческая сфера деятельности. И именно об этом мы и поговорим, о работе, разработке внутренних проблемах и именно распределенной команды. О чем мы поговорим? Ну, в настоящее, вот кратко, я не буду долго это рассказывать, потому что время это съедает, а по ходу дела мы поговорим. Но для того, чтобы вы понимали, о чем, вот мы поговорим о роли аналитиков, условиях и проблемах, что надо делать, как делать, что использовать, какие правила применять. И определим, все-таки это хорошо или плохо распределенная команда. Плюсы и минусы. Вот, для чего? Понятно, для чего. Это конкурентоспособность, это повышение конкурентоспособности, поскольку, ну, с тех пор, как стало возможным работать в распределенных командах, этим надо пользоваться. Ну, по моему глубокому убеждению. Потому что, самое главное, мозгов в мире мало. И мало их в одной точке. Поэтому их надо брать везде. Ну, понятно, что это снижение себестоимости, то есть работ. И еще один момент, повышение устойчивости команды. Повышение устойчивости команды за счет распределенности, это гигантский резерв, который мы, в общем-то, мы используем и, в общем-то, надо использовать. Это и люди в регионах стараются развиваться, мы берем их мозги, мы их используем, даем им возможность развиваться. Это тоже, в общем-то, и социальная, точная сторона, и, ну, естественно, и коммерческая. Для кого? Для кого мы разрабатываем? Я сегодняшний доклад строю чисто из соображений заказной и корпоративной разработки, не беря продуктовую разработку. Там другие немножко аспекты, там немножко по-другому подходы. Поэтому сегодня только о точечной такой, ну, для кого-то разработке, не продуктовой. Вот. О ком мы говорим? Мы говорим об аналитиках. Мы говорим о разных аспектах аналитика в распределенной команде. Поэтому желательно сказать функции, которые выполняет аналитик, что он делает у нас. Я говорю сейчас про нас. Это бизнес-аналитик и системный аналитик. У нас есть разделение. Не всегда оно есть, и я не считаю, что это неправильно или правильно. В разных командах это по-разному. Это нормально, когда один человек выполняет и те, и другие функции, или когда команда разделяется на бизнес-анализ и системный анализ. Сейчас об этом не буду останавливаться, потому что отдельная большая тема. Ну, поговорить можно, если интересно. Вот. Что делает у нас бизнес-аналитик? Ну, это все говорю, что аналитик, но разделила. Почему важно еще вот это разделение? Потому что бизнес-анализ передает системному анализу некие артефакты, свои результаты работ. Это важно. Вот это вот тоже будет существенно влиять на условия распределенной команды. Бизнес делает одно, передает системному анализу, он делает другое. То есть обследование, описание требований, тут я немножко неправильно написала, описание требований к функциональности. Ну, если это программный продукт, который разрабатывается, дорабатывается, то действительно получается, что описание функциональности. Но такое, верхнеуровневое, для заказчика с требованиями, системный анализ, проектирование, описание постановки для разработки. И проектирование интерфейсов обмена, тех вещей, которые позволяют обмениваться с другими системами и внутри системы. Бизнес-анализ, авторская приемка, это я очень поверхностно, очень высокоуровнево. И те, и другие, подготовка проектной документации. Проектная документация имеется в виду не пользовательская документация. Пользовательскую документацию аналитики у нас не пишут. Дают рекомендации, дают там путеводную звезду, методику, что-то, но сами не пишут. Речь идет о проектном решении, о ТС, о внешнем описании интерфейсов обмена, которые распространяются. Ну, о каких-то таких вещах, которые, в общем-то, входят в комплект документации по контракту, по контракту есть сроки, которые тоже надо, в общем, выполнять. Вот, где, где, о каких, о чем мы говорим? Это либо вот единый проектный офис, где черные связи, они вот не очень жирные у меня. Это если единый проектный офис, то основная нагрузка ложится на прямые контакты. То есть ежедневно менеджер видит, или руководитель группы аналитиков, видит своего подчиненного, напомнит ему про сроки, напомнит ему про условия, напомнит ему о каких-то вещах. Чего нету в распределенном офисе. Здесь у меня прямые контакты, это я как-то неправильно, да? Прямые контакты зачеркнуты, формальное отражение усилено, черная черта жирная, на нее ложится большая нагрузка, основная нагрузка на нее ложится, и появляется онлайн взаимодействие. Вот об этом сейчас в их соотношениях, о том, как использовать, дальше будет речь. Что мы как аналитики должны обеспечить? Мы должны обеспечить, что разработанная командой ПО соответствовала требованиям, которые предъявляет заказчик, или которые мы сами для себя вырабатываем. Выполнение в срок и обязательно с учетом изменений требований в процессе разработки. Часто бывает, берем нормативный акт, который еще проект, начинаем по нему работать, мы не можем ждать, пока он утвердится, времени мало останется, по ходу дела нормативный акт изменяется. Или заказчик изменяет свои условия, понимает, что ему лучше не так, а так, и меняет требования. А разработка уже идет, то есть постановки уже даже написаны, переданы, и тут идет изменение. Все классно, аналитик это понимает, как вот понимает аналитик на той стороне, рядом с заказчиком, что изменения есть. Он даже может как-то это довести устно команде, но команда не так восприняла, не так поняла, или довел, написал письмом, но не отразил во всех документах. Разработка идет, разработка, или может быть он написал в документе, но выложил его не в том месте, где привыкла разработка, где знает разработчик, где лежит документация. И тут начинается, спохватываемся, в конце, хорошо, если еще не в проме, что вот эти требования мы не довели, а они могут быть столь существенны, например, взаимодействие со смежными системами. Они могут давать такие изменения в ПО, которые, в общем-то, за несколько дней и не решишь. Поэтому вот эта проблема большая, я расскажу, как мы ее решаем. Соответствие требованиям. Вот что препятствует соответствию требованиям? Может не соответствовать архитектуре. Я беру сейчас самые болевые точки, которые вот на практике у меня есть. Заказчик требует нечто о несоответствующей архитектуре. Аналитик написал, бизнес-аналитик передал системному, системный подумал, подумал, не знаю как, умолчал, передал разработке. Разработчик не увидел, не понял, не донес. В ПО это требование не отражено. И мы не сказали, заказчик, это невозможно реализовать в этих условиях или в эти сроки. Мы должны об этом сказать. И вот то, что мы не подняли эту проблему, это самое важное. То, что мы не смогли, не можем реализовать в этих условиях, это не так страшно, если мы аргументируем вовремя, донесем до заказчика вовремя. И вот это нарушение, когда мы не нашли, что это несоответствие архитектуре, это нарушение именно, очень большой вес именно на распределенную команду. Потому что когда команда сидит вместе, как-то они это чаще находят. А мы это находим, распределенная команда, ну получается, что реже. Не понято аналитикам. Это вот аналитики, бизнес-аналитики рядом с заказчиком на одной стране, системные аналитики рядом с разработчиками или вообще где-то удаленно, чего-то не понял, чего-то не так передал. Возникает проблема. Постановка уехала от требований, которые сформулировал бизнес-аналитик, те, которые хочет заказчик. Мы сейчас говорим только о внутрикомандных отношениях, не беря сторону команда и заказчик. Я это вообще не рассматриваю, это отдельная тема. Ну и, соответственно, не понято разработчикам. Аналитик написал, написал как-то неполностью, неполностью отразил требования, где-то по умолчанию, где-то просто по незнанию своему, если, например, новенький. Или так привык, или раньше разработчик был сильный, а теперь пришел другой на замену. И аналитик привык писать для сильного разработчика, который давно работал и знает, как это все. Пришел новый и сделал так, как считал нужным. Что мы здесь делаем? Презентация для команды. То есть всегда стараемся, если большая разработка, ну серьезная доработка, серьезный кусок, обязательно презентация для команды. То есть бизнес-аналитик только ознакомился и начинает погружать команду. Да, это проблема часовых поясов. Но что мы делаем? Либо мы договариваемся с той стороной, что да, мы в 4 часа будем проводить. А вы, будьте добры, там работайте. У нас, в принципе, люди, если работают в восточных регионах, то они такими большими командами. И в некоторых случаях мы говорим, что у нас все-таки Россия наша страна, и мы выставляем условия, что вы работаете в приближении к московскому времени. Ну, насколько это возможно. Поэтому бывают, конечно, случаи, когда работают совсем далеко. Ну, там точечно решаем. Либо записываем на... Мы, как правило, почти все свои конференции, особенно презентации, мы записываем. Тимвьювер позволяет записывать. Скайп позволяет записывать. Устраиваем презентацию на этой стороне. И обязательно прослушивание, ну, по крайней мере, ведущего аналитика, ведущего разработчика, если он не участвовал в этом действии. Обсуждение реализации. Обсуждение реализации. Если сложная реализация, чтобы не натолкнуться на несоответствие архитектуре, мы стараемся, чтобы ведущий разработчик или там архитектор принимал участие. Обязательно. Чтобы он оценил, вообще можно или нельзя это сделать. Ну, когда серьезная разработка. И обязательно процесс согласования. Вот согласование постановки у нас обязательно. У нас обязательно. Бизнес-аналитик требования написал свои. Обязательно должен системный аналитик согласовать, что да, нормально ложится. Системный аналитик написал постановку для разработки. Разработчик должен ее разрабатывать. То есть согласовать сначала, а потом разрабатывать. В процессе согласования задает вопросы. Это, как правило, если сложная доработка всегда идет, и они начинают выяснять, иногда обращаются к заказчику, и, может быть, меняется решение в том числе. Следующий момент. Выполнение в срок. Что препятствует выполнению в срок? Жесткие временные рамки. Это первое. То есть нам задания дают, все же надо сделать быстро, желательно вчера, ну, естественно, заказчику стоять нельзя, поэтому мы вынуждены работать в жестких временных рамках на реализацию всего куска, всей разработки. Мультизадачность у аналитиков. У аналитиков мультизадачность очень высокая. Он должен эту разработку вести, он должен поддерживать предыдущую, например, там версию в качестве авторской приемки, например, или консультации тестировщикам, или демонстрации заказчику. Он должен анализировать следующую версию изменения нормативки, которая придет еще через версию, и, в общем-то, и эту версию вести сознательно. Ну, плюс документация, которую тоже он должен делать, и должен делать срок и качественно. И со всеми требованиями, которые предъявляет заказчик. Формальными требованиями. Вот. И вот есть такой момент отсутствия информации. Это вот то, что тут звучало. Мы не знаем, что там. В общем-то, это на сроки тоже существенно влияет. Иногда аналитик и не понимает, в какие сроки он должен сделать. В какие сроки версии, за какое время сделает эта разработка, протестирует тестирование, когда надо передавать, и в какие сроки он должен эту постановку передать заказчику, передать, ну, на согласование заказчику, передать разработке, чтобы уложиться в эти сроки. Что мы делаем? Какие мероприятия? Первое. Регламенты работ. Я вас понимаю. Регламенты работ и требования выполнения этих регламентов – это жизненная необходимость распределенной команде. Если мы не понимаем, что мы делаем и в какие сроки, и как мы это отражаем, где мы отражаем, ну, вот, к сожалению, на словах мало что передается. Да, конечно. Все сидят в скайпе. В скайпы, скайп-конференции, все там пишут. Ну, попробуй-ка найди в скайпе что-нибудь за прошлую неделю. Да не найдешь. Вот. Если у вас их там несколько. Причем они же могут и создаваться. Ну, стараемся, конечно, создавать скайпы на проблему, допустим, на подработку и вести все в ней. Но найти это невозможно. Потому что, когда идет бурное обсуждение, там, километры в день. Вот. Поэтому я дальше скажу, как мы обеспечиваем. А сейчас говорю, что все это отражено в регламентах и их надо выполнять. Да, мы требуем их выполнения. Прозрачность обязательств. То есть то, что у нас, ну, забегу вперед, скажу, что пользуемся жирой. Жиро очень кастомизировано, очень допилено, достроено, дописано. И мы все отражаем в жире. И сроки обязательств перед заказчиком, и сроки формальные по контракту, и сроки передачи своего шага на следующий. И считаем, конечно, ну, стараемся, если большая доработка, обязательно отсчитываем противоположно. То есть с той стороны, когда должны передать в пром, сколько на тестирование, сколько на разработку, и сколько, когда аналитик должен приступить. И если проблемы с нормативкой, которая еще не утрясена, мы громко говорим заказчику. Дорогой заказчик, чтобы нам это сделать, мы должны приступить. Вот такого-то числа. Если позже, мы не гарантируем качество. Ну, это, естественно, там могут быть какие-то сбои. Понятно, что не всегда это получается, понятно, что когда-то там и авральные работы, и все такое, но все-таки стараемся это сделать. То есть про значность обязательств мы тоже доводим. Приоритеты. Понятие приоритетов это очень высокая. Такая планка, которую мы на нее реагируем, могут измениться приоритеты. Мы обязательно это отражаем и обязательно доводим. Мы очень много доводим до аналитиков. То есть доводим в письменном виде. Ну, понятно, при большом потоке писем аналитик не успевает все прочитать. Поэтому мы передаем по цепочке. Если есть какие-то вещи, там меняются сроки версии, меняются приоритеты этой доработки, то доводится от менеджера проекта, руководителям групп, которые работают, они в обязательном порядке доводят до своих подчиненных. Вот это недоведение, когда люди не в одном офисе, когда они не услышат по ходу дела, где-то мельком, что сроки изменились, оно очень существенно бьет. Ну, как сидит человек и не знает, что сделать там. Ну, приоритеты не поменялись, он себе делает, а при мультизадачности, там, понятно, он делает то, что считает нужным. И это правильно, что он делает то, что считает нужным, если до него не доведено. Потому что лучше, чтобы он делал, чем не делал. Но вот когда, ну, то есть обязательно стараемся доводить. Есть такое понятие приоритет на текущий период. И мы говорим, что вот приоритетна сейчас, допустим, разработка или приоритетна сдача версии. И тогда уже аналитики больше обращают внимание на ошибки, чем на постановки своей, понимают. Разбито время аналитиков у нас процентно. Вот у тебя столько-то на постановку, у тебя столько-то на ошибки, там, столько-то на анализ поступающей нормативки. При этом мы не диктуем аналитику, сколько в каждый день работать. Каждый день. Вот у него есть сроки, у него есть примерная пропорциональность, и у него есть общие приоритеты, и могут быть внутренние приоритеты. Потому что иногда от аналитика зависит работа следующих всех членов команды, в том числе аналитика. И тогда приоритет вот этого кусочка работы у него выше, чем основной приоритет по команде. Ну, например, если аналитик разрабатывает интерфейсы обмена, которые потом должны взять в работу и аналитики, и дальше разработчики. И мы должны их распространить для всех клиентов нашего заказчика. Чтобы на той стороне у заказчика тоже дорабатывалось программное обеспечение в соответствии с этими интерфейсами. То понятно, что приоритет этих работ выше, чем постановка, которую тот же аналитик должен, ну, иногда должен сделать. Мы стараемся, конечно, распределить эти работы, чтобы не было такого перегруза одновременного. Ну, всякое бывает. Не всегда так. Особенно у ведущих аналитиков. И автоматизация контроля. Все сроки мы стараемся контролировать через жиру. Настраиваем контроли, настраиваем рассылки. По всем работам, которые критические, ну, конечно, это неодноразово случилось. Но вот мы видим, что сегодня у нас тормоз с тем, что документы мы не выдаем в срок заказчику. Значит, мы что делаем? Это большая работа на самом деле. Завели новый артефакт, новую сущность в жире. Связали ее со всем, чем надо. То есть документ. Положили это, продумали регламент, довели до всех. Работаем вот так. Все, конечно, не так на словах красиво, а на самом деле это все довольно трудно продвигается. Но, тем не менее, продвигается. Иначе не справишься. И каждый аналитик получает утром письмо. У тебя, дорогой товарищ, вот срок по вот этим ОПЗТЗ или еще каким-то артефактам тогда-то, и срок за три дня он уже красный. Свестим ему, и начальник отдела или там ведущий или руководитель группы видит, что у него сроки вот близятся, соответственно, корректирует. В том числе до перераспределения обязанностей, ищет выход с перераспределением работы. Все это у нас автоматизировано, никто не сидит и не выбирает это там руками и не рассылает каждый день. Ну там настроено это все, ну где-то там какие-то вещи там диспетчер делает, рассылает. Ну все это вроде как стараемся автоматизировать. И изменения. Изменения это то, что больное место, когда эти изменения идут уже в период разработка стартовала. В этом случае очень важно полное информирование команды. Потому что заказчик, может быть, сказал, аналитик, который менеджер, который был на той стороне, он это услышал, на словах передал. Но в скайпинг-конференции или в какой-то другой конференции, или в почте письмо ведущий аналитик не прочитал. Или ведущий аналитик прочитал, переслал своему исполнителю аналитику, тот это письмо потерял, забыл, не прочитал. И все, и мы эти изменения не включили в постановку. В постановке оно отсутствует. И, в общем-то, может выползти довольно поздние сроки. У нас бывали случаи, когда доработка нескольких подсистем. Заказчик сказал, что вот нужно изменения. Сказал уже после того, как работы стартовали, ну глубоко после того. Но еще все можно было сделать. И случилось так, что по одному программному продукту, ну по одной подсистеме изменения внесли, в интерфейсы обмена изменения внесли, а в другой программный продукт, ну вот забыли, не случилось. И, соответственно, мы это выявили, когда уже сдавали, ну практически, почти на продуктив, то есть на опытной эксплуатации. Ну понятно, что пришлось там как-то это все, а доработка была очень большая. Пришлось это форсировать, и вот такие вещи они добывают для того, чтобы этого не случилось. Что мы делаем? Мы в обязательном порядке регистрируем в жире доработку или ошибку, ну в зависимости от того, что это. Ее мы, вот с этим изменением, ее мы привязываем к основной доработке. То есть это дочерняя доработка, там есть некие правила, которые мы можем. И при сборке, при передаче даже в опытную эксплуатацию, даже в тестирование, это все отслеживается. Что вот, есть доработка, которая не выполнена. Есть настроены эти фильтры, настроены эти отчеты, все это видимо. Это нам, конечно, позволяет увидеть это в более ранние сроки. И, собственно, и аналитик тоже, ведущий аналитик, проверяет, что у него что-то не включено в доработку. Соответственно, принимает какие-то меры. Либо бывают случаи, постановка неактуальна. Я тут очень кратко написала. Постараюсь объяснить, что значит постановка неактуальна вот в этом моем случае. Аналитик услышал об изменениях, аналитик внес в постановку эти изменения, но выложил их в другом файле рядом. И не сообщил, где этот файл лежит, что актуальны не вот предыдущий, а следующий. И такого, пока мы не ввели некие правила, у нас было часто и густо. Поэтому мы, стандарт размещения, информирования, стандарт наименований, попозже я это скажу. То есть стандартизация, все это тоже регламентировано. Без этого, ну вот никак. У нас должно быть единое место, единственное место хранения актуальной постановки. И все должны о нем знать, вся команда. То есть мы не имеем права выложить другое место и написать, что вот оно там лежит. Нет, только в это место, если ты хочешь сохранить предыдущую, перенеси ее в папку неактуальные, или как-то назови там в этом же корне этого же документа, мы такую практику тоже применяем. Там рабочие документы, ну как угодно, как-то называют, переносят. Ну, бывают случаи, что надо заглянуть туда. Но в то же время мы, конечно, дальше скажу, версионность поддерживаем, и всегда можно достать из предыдущей, из истории ту версию, которую нужно. И в этом случае, да, вот сейчас скажу, реализация не соответствует постановке. Что это значит? Разработчик не так понял, не увидел эту, то есть он не обработал это изменение. Оно прошло, в постановке оно лежит, лежит на своем месте. Просто разработчик не увидел этот в жире артефакт, и не обработал его, не внес изменение в реализацию. Опять же, это закрывается тем, что у нас есть дочерняя отработка, которую проверяют, ее включение в версию проверяется. И согласование. Согласование сквозное. У нас системный аналитик согласовывает то, что написал бизнес-аналитик. Бизнес-аналитик должен согласовывать то, что написал системный. Не всегда, но, по крайней мере, ну, как правило, по сложным вещам, да, согласовывает. Разработчик в обязательном порядке согласовывает постановку, которую получил, что он ее правильно понял. В этот момент обязательно, если сложная разработка, идут вопросы. Вопросы утрясания, может быть, возврат на бизнес, может быть, возврат, вопросы заказчику. Это нормально, и мы обеспечиваем это согласованием. Согласованием именно постановки. Что используем для того, чтобы все это обеспечить? Наши принципы. Актуальность всего, с чем мы работаем. Прозрачность и единообразие. Единообразие для всех членов команды и понимание, что делаем, что изменилось. Конечно, мы стараемся реже делать эти изменения, потому что у людей крышу сносит от своей работы, а мы еще регламент меняем, да. Но все-таки точечно их менять приходится, и надо доводить до всех. И получать ответную реакцию, что да, мы все понимаем. Особенно это важно, когда у нас одна команда там, а другая команда в другом часовом поясе, в другом вообще месте. И, в общем-то, ну, довольно далеко. Мы все-таки стараемся в этом случае очень использовать ежедневные какие-то, ну, по крайней мере, если неофициальные, то неофициальные, там, краткие с ведущими переписки, скайпы. То есть ведущие на той стороне, ведущие на этой стороне. И они постоянно договариваются, обсуждают. Ты довел, да, я довел. Вот этот вот контроль со стороны менеджера, он, да, должен быть. И с нашей стороны, когда мы, в общем-то, не менеджеры, мы аналитики, но если мы видим, что вот такое есть, мы говорим вслух и громко, что дорогой менеджер, возьми на себя эту обязанность. Потому что, если ты не возьмешь, то будут вот такие-то риски. Да, это немножко склочно, немножко вызывает недовольство, но если мы этого не делаем, мы обязательно встаем на грабли какие-то. Вот. И инструменты. Инструменты наши все. Регламенты, как я уже говорила. Управление заданиями джера, хранилище документов СВН и регламентирующие документы в конфлиенс. Это, по каждому из них сейчас немножко пробегусь. Средства связи, письма, оперативное совещание в скайпе, демонстрация обучения презентации, тим-вьювер. Ну, бывает и не только это, используем любое другое, стараемся все записывать и выкладывать в СВН. Как используем? Регламенты актуализации, доведение до сотрудников, контроль выполнения. Это я уже говорила. Это вот обязательное наше, что без чего мы просто спотыкаемся. Без чего у нас на той стороне, где-то там человек не выполняет. Если он не выполняет эти регламенты, ну, ребята, какой бы он ни был, если он тормоз, мы все-таки прощаемся. И, как правило, и прощаться-то не приходится, потому что, когда говоришь, вот, ты не выполняешь, и если он заинтересован работать, он меняется, меняется на глазах. То есть, ну, понятно, что какие-то такие довольно жесткие меры иногда приходится применять. Ну, контроль вот обязательный в этом случае, да. Вот, жира, кастомизация, говорила, автоматизация, настройка почтовых рассылок, автоматизированный контроль. Репозиторий, стандартизация всякого размещения, наименования, папки у нас на все проекты единообразные. Как только у нас получаются не единообразные папки, никто не знает, что где лежит. Замены приходится делать, человек приходит новый, он должен четко понимать, где. И связь жиры и репозитория. Это обязательно. Единое правило работ и обязательно единичность хранения документа. Вот правило. Ну, регистрация до работы, привязка к родительской, это я все говорила. Постановки. Все письменно в документе. Только в постановке, которая лежит на освоении. В жире не допускается постановка, потому что потом мы в жире не найдем. Как мы пишем постановки в документе, если вот они идут изменения. Мы берем документ, принимаем все правки. В режиме правки описываем новое дополнение, уточнение там все. И выкладываем в СВН, и в жире пишем путь к этой постановке и версию, для того чтобы, ревизию документа. Для того, чтобы разработчик, когда взял, он вытащил именно ту ревизию, которая у него в этом артефакте. В доработке, в ошибке. Потому что после этого могут быть еще несколько. И мы каждый раз так делаем, и разработчик понимает, что нужно вот это, вот эту дельту сделать. В жире у нас допустимо только изменение. Согласование все через жиру. Обязательно в жире отражение связей, чтобы видеть, где какие эти. Если это все регламентировано, если этому научить ребят, это все облегчает нам жизнь. Не надо, потому что мы бы не отконтролировали это все. Вот, да, вот хранилище документов. Мы вводим только однопользовательский режим. Так, понятно. Однопользовательский режим, блокировка на время работы и обязательное размещение в СВН. Вот, ну подошли к слухому остатку. Все-таки, я считаю, кто считает, что распределенная команда это плохо? Ну я вам скажу, господа, распределенная команда это хорошо. Это такое замечательное дело, когда я знаю, что у меня в Челябинске, Чебоксарах, Ростове, Минске там и так далее, и так далее, сидят люди, которые друг с другом дружат, которые друг друга плечо подпирают, которые взаимовыручка. Вот очень важно неформальное отношение в команде. Мы иногда встречаемся, у нас есть такие встречи, ну иногда в командировки приезжаем, иногда встречаемся, неформально летом там куда-то выезжаем. У меня был случай, стоят две девушки. Я говорю, ну ладно, познакомьтесь, ну приехали навстречу, я говорю, это Наташа, это там Катя. И тут они кидаются, они уже перед этим несколько минут поговорили. Кидаются друг другу на шею, потому что они поняли, кто это. Ну да, фотографии есть, все это есть там и на сайте, и в скайпе, но они не узнали, не запоставили. И тут они своплями кидаются друг другу на шею, потому что они столько много вдвоем прошли, столько вынесли, столько раз друг друга подпирали, защищали. Что, ну вот я все это знаю, у меня слезы навернулись, честно говоря. Таких случаев много на самом деле. Вот, то есть, опять же, регламентация, четкость исполнения. И обязательно мы включаем голову, при сбое ищем причину. Если мы видим, вот здесь тормозит. Ищем причину и ее устраняем. Да, оно иногда тяжело. Иногда приходится затрачивать много усилий. Но потом это окупается. Собственно, все. Собственно, я попыталась это доказать. Не знаю, вот для меня, что и требовалось доказать. А для вас, ну, пробуйте, пытайтесь. Вот. Еще раз, вот мои координаты. Вопросы. Так, давайте. Скажите, пожалуйста, вы говорили про регламент. Извините, Ольга Бенкент, компания The Systems. Вы говорили про регламент. Для аналитиков в какой момент он создается? Потому что, когда на аналитиков сваливается задача, и эту задачу еще надо согласовать там с пятью партнерами, то вот у нас на практике не получается заранее сказать, сколько это займет. Потому что мы задаем какие-то вопросы, когда на них ответят, и в каком объеме, и не придется ли нам потом все приделывать, мы сказать не можем. Увы, да. Да, это проблема. Поэтому у нас, вот мы тоже с этим долго бились. Принято у нас такое мнение. Бытует. Если в следующий шаг не согласовал в течение, это мы сами выбираем, трех дней, пяти дней, ну, то есть в зависимости от объема, значит, считаем, что он виноват. И когда он понимает, что, блин, я же буду виноват, он старается это сделать. По крайней мере, хоть по диагонали прочитать. Вот, и, я же говорю, мы ввели новый артефакт, и мы ввели, ну, артефакт согласования, то есть каждое согласование отмечается. Да, понятно, что аналитика рвет, но очень многие у нас работают очень давно. То есть вживаются. Вот я, первые два года я дышала, как рыба на берегу. Вот, ну, сейчас стало легче. Зато работ больше. Коллеги, у нас осталось три минуты, две минуты до следующего доклада, извините, накладка по времени. Но Ирина ответит на вопросы рядом со входом. Не забываем голосовать за понравившиеся доклады. Есть приложение SECR 2016 в Android и для iOS. Ирина, спасибо. Вам спасибо. Спасибо.